сегодня мы с вами приготовим что-нибудь сладенькое чайку а в частности я вам сегодня дам замечательный рецепт овсяного печенья это мой авторский рецепт он был придуман много-много лет тому назад и он никогда у нас не уходил из меню это было любимое лакомство как взрослых так и детей обязательно приготовьте не пожалеете я вам дам небольшую порцию готового продукта у нас с вами получится 15 штук печенюшек вес в среднем 450 470 грамм попробуйте сделать первый раз понравится конечно же вы будете делать гораздо больше потому что эти печенья съедаются моментально мы с вами приготовим три вкуса это будут с яблочком с кокосом и шоколадом давайте начнем готовить первым делом мы с вами приготовим начинку нам нужно с вами 15-20 грамм миндаля все орешки которые мы с вами будем сегодня готовить я уже подсушил и слегка их обжарил поэтому я вам тоже рекомендую это сделать я не буду это делать на камеру для того чтобы не тратить ваше время и так у меня здесь среднем 15 грамм миндаля 12 штук помельчили убрали в сторонку следующий ингредиент курага 18 грамм вот в среднем две штучки мелко режем 30 грамм свежего яблочка вот отрезаем буквально уголочек ну вот нарезаем вот такими вот меленькими кубиками очень важный ингредиент молотая корица буквально неполная чайная ложечка все смешали и так вот у нас с вами получилось в среднем 65 грамм начинка для каждого типа печенья должна быть в среднем 60 65 60 максимум 8 грамм не более печенье номер два орешки пикам вы можете взять грецкий орех вес такой же в среднем 15 грамм 8 штук то же самое меленько режем видите как он рассыпается он поджаренный орешки всегда лучше всего подсушить для того чтобы они раскрылись и дали свой максимальный вкус сухая клюква полная столовая ложка мелко мелко рубим 4 кубика черного шоколада нам понадобится цедра апельсина срезаем ее от обычной картофелечисткой не забудьте все фрукты обязательно помыть ориентировочно 10-15 грамм вес начинки номер два 67 грамм готовим начинку номер три нам нужно с вами также 15 грамм ореха берем фундук поджаренные и уже очищены по той же схеме две столовые ложки сухого кокоса 20 грамм нам понадобится в среднем 30 грамм свежего ананаса убираем сердцевину жесткую срезаю вот верхнюю часть видите вот эту мякоть нам нужно с вами максимально плотная часть ананаса и так давайте взвесим мне нужно как я сказал среднем 30 грамм также нарезаем небольшими кубиками начинку мы с вами подготовили теперь давайте займемся тестом овсянка 75 грамм давайте помельчим ее ее не нужно мельчить в пыль нам нужно так чтобы она все-таки сохранила свою форму но и в то же время слегка скажем так сделать ее мягче и целые флейки вот целые эти кусочки ну как бы сбить бомбарбе киргуду что он сказал ну вот великолепно прекрасно выглядит все в чашку мельничка нам больше не понадобится давайте взвесим муку нам нужен с вами целевой вес 100 грамм из них я возьму 50 грамм обычной муки и 50 грамм грубого помола просеяли муку всегда нужно просеять для того чтобы она у вас наполнилась воздухом ну и в то же время вы убрали все фрагменты которые могли остаться после переработки зерна в муку 1 4 чайной ложечки соль пол чайной ложечки разрыхлитель пол чайной ложечки пищевая сода все смешали мы сейчас с вами будем делать основное тесто которое потом поделим на три части и соединим с той начинкой который мы с вами уже приготовили мука нам больше не понадобится убираем сторонку эту смесь тоже в сторонку нужно 120 грамм сливочного масла растереть сливочное масло вместе с сахаром и с одним яйцом я намеренно сегодняшний рецепт делаю без участия как лих либо инструментов кухонных инструментов типа мощных миксеров не у всех есть машины на кухне поэтому давайте сделаем обычно руками и обычным венчиком сахар 120 грамм тростникового сахара вот здесь у меня друзья настоящее богатство ванильный сахар кокосовый сахар среднем 20 процентов настоящий ванили мадагаскарской аромат невероятный конечно вы можете делать это самостоятельно просто ваниль и сахар разбивайте мельнички вы получаете невероятный вот такой состав или же можете использовать обычную ваниль экстракт который можно купить в магазине я добавляю сюда 2 столовых ложки о какой запах боже мой какой запах закрывается всегда герметично иначе ваша ваниль просто-напросто уйдет в атмосферу сахар тростниковый одно яйцо так и давайте все это смешаем нашу сахарную масляную смесь добавляем муку также тщательно вымешиваем готова вот теперь эту смесь мы с вами должны разделить на три части я разделил тесто на три части у меня получилось в среднем каждая часть 165 что 67 грамм вот наша начиночка когда вы будете делить тесто наверняка одна часть будет немножко больше вот то что немножко больше всегда оставляйте для шоколадной начинки потому что она более сухая ей конечно же больше нужно влаги и жира теперь давайте все это смешаем берем начинку номер один с яблочком и прямо ложечкой делаем однородную массу хорошо одна часть готова шоколадное печенье ну и по той же схеме все мешаем в однородную массу то же самое мы сейчас будем с вами делать с кокосом и ананасом и так друзья на одном базовом тесте мы с вами сделали три вкуса берите пищевую пленку печенье номер один с яблочком делаем однородную массу так и давайте ребята будем формировать чурбачок одну сторону завязываем вот что у нас с вами должно получиться по такому же принципу сейчас с вами сделаем и другие разновидности нашего печенья диаметр в среднем получается 4 сантиметра из одного такого чурбачка у нас с вами получится 5 печенье что мы делаем дальше существует четкая рекомендация оставлять на ночь холодильник можно конечно же и ускорить процесс достаточно положить в морозильную камеру на один час и в принципе мы уже с вами можем готовить наше печенье так я и поступлю тесто у нас в морозилке чем же заняться этот час просто так мы с вами не будем сидеть необходимо подготовить свою духовку все лишнее убирайте за пять минут до окончания часа включайте ее и грейте до 180 градусов и вырезаете три листа пергаментной бумаги по размеру вашего листа на котором вы будете запекать ставим в духовку он должен быть горячий вами сейчас приготовим два соуса один соус будет из мороженой малины у меня есть стакан малины я много не буду делать греем малину на маленьком огне добавляем буквально две столовых ложки тростникового сахара ванильный экстракт или же ванильный сахар чайную ложечку достаточно щепотку соли я году можете мять не беспокойтесь потому что мы с вами будем делать пюре все малина готова выключаем видите это делается очень очень быстро буквально 35 минут и все готово наш с вами будущий соус не должен быть сладким потому что все таки у нас сладкое печенье поэтому как всегда я говорю баланс если у вас что-то очень сладко что-то другое должно быть менее сладкое может быть даже соленая готов убираю с огня сейчас вам предлагаю сделать прекрасный сливочный крем на основе маскарпоне вы скажете очень жирный крем совершенно верно маскарпоне очень жирный в среднем 80 процентов жирности для того чтобы его сбалансировать я добавлю сюда греческий йогурт 0 процентов жирности возьмем один к одному две столовых ложки маскарпоне на основе маскарпоне наверняка вы знаете делают знаменитый тортик тирамису у нас кстати он есть уже приготовленные записаны если вы не посмотрели посмотрите замечательный рецепт и греческий йогурт почему греческий йогурт потому что у него особая структура особая рецептура ведь он какой густой для кремов это идеально итак у нас с вами получается один к одному добавляем сюда щепотку соли буквально одну четвертую чайной ложечки ванильного экстракта половинку чайной ложки сахарной пудры листья свежей мяты сухую мяту не использовать ни в коем случае во всяком случае для десерта только свежая мята мамами это просто листиков 15 мяты все смешали подобные крема очень популярны среди земноморских странах чистая ложечка пробуем чуть-чуть соли очень вкусно как итальянцы говорят спектакуля крем готов закрываем пленочкой в холодильник соус из малинки готов я видите сделал совсем немножко это буквально так чтобы вам показать вы когда будете готовить делайте конечно же больше потому что этот соус великолепен старшими печеньями ребята прошел час вытаскиваете наши колбаски из морозилки две штучки оставляйте просто в холодильнике духовка у меня 180 градусов уже готова делим нашу колбаску на 5 ровных частей чуть-чуть приплюснули так сформируйте пятачок это у нас с вами будет печенье со вкусом яблочко лист горячей духовка 180 градусов 12 с половиной минут у всех может быть по-разному но не менее 12 минут возможно у вас будет 13 минут 13 с половиной зависимости от того какая духовка если духовка именно с вентилятора то 12 половиной минут завели таймер все дело пошло ну вот посмотрите какие красавчики пока они горячие сразу убираем христа ли ставим духовку вот у меня есть специальная форма учитывая что я хочу вам показать сервировку ресторанного типа конечно же я постараюсь сделать красиво и эстетично но в принципе конечно же вы можете оставить и так от этого вкусовые качества течения не изменятся настоящий момент они очень очень нежные с ними нужно быть невероятно деликатным помните лишь должен быть горячий 180 градусов 12 половиной минут ну и последнее кокос ананас все по старой схеме делим на 5 частей запекаем выкладываем на решеточку друзья приглашаем всех на чай но вот наши замечательные печенюшечки посмотрите это шоколадная яблоко и априкос ананас и кокос но теперь традиционно я хотел бы вам показать ресторанную сервировку ну друзья вот ресторанная версия давайте попробуем давайте посмотрим что же внутри печенья видите какой она пышная какой замечательный рельеф аромат корица яблоко это вообще беспроигрышный вариант как же мы будем пробовать берете вот так вот просто макайте и наш замечательный сливочный крем ну слышите как хрустит внутри нежность нежная нежность это просто сказка обязательно приготовьте вкуснее вы точно не кушали из овсяного печенья конечно с чайком ну друзья надеюсь что вам сегодня было интересно видео понравилось вы чему-то научились что-то узнали новенькое пишите комментарии ставьте лайки я к вам приду тоже в гости увидимся в следующий понедельник пока мои хорошие у меня мы надеюсь